Россия священная, наша держа, Россия, ты и на прежнем, наша страна. Вместо фонограммы живое исполнение гимна России. Объединенный мужской хор Самарской епархии открывал третий кубок самарского митрополита подзюдо. Это было впервые на этом турнире. Это должно быть везде и всегда. У нас идут соревнования, пускай даже они локальные, местные, региональные. Пускай люди гимн свой знают. Это же гордость за свое отечество. Ты слышишь этот гимн, ты встаешь и понимаешь, что есть что-то святое, оно тебя дисциплинирует. А если мы говорим про всероссийские соревнования, которыми сегодня является кубок самарского митрополита, тем паче люди должны слышать и вообще хорошо, если они повторяют и участвуют. Всероссийский турнир в Самаре в этом году стал отборочным. Победители поедут на первенство страны. В этом году на татами вышли и девушки. Всего же на соревнования съехались более 200 участников из 24 регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Сборная Самарской области выставила на татами 41 борца. Борьба идет интересная, острая, поэтому в принципе есть те люди, которые как бы могут, но из других регионов ребята тоже приезжают с целью добиться попадания на первенство России, поэтому борьба идет серьезно и предсказать очень сложно. Кубок самарского митрополита появился не на пустом месте. Когда в 15-м году РПЦ начала активно пропагандировать физкультуру и спорт, первыми пришли с предложением о сотрудничестве в местную епархию представителей городской федерации дзюдо. Тогда и вспомнили, что христианство и японская борьба тесно связаны. Первый кубок митрополита посвятили Николаю Японскому. Архиепископ больше века назад увидел, что это единоборство позволяет гармонично развиваться, как физически, так и духовно. Не случайно девиз турнира «Побеждай с любовью». В этом году самарцы выиграли 13 медалей. Из них 5 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых. Это, конечно, успех, заметило городское спортивное руководство, но хочется большего. Необходимо иногда предпринимать какие-то усилия для изменения ситуации, чтобы тренера делали, наверное, больше усилий для роста спортсменов и для того, чтобы спортсмены занимали более высокие места на международном уровне. Кроме соревнований, самарская епархия совместно с городской федерацией активно продвигает дзюдо среди подростков и молодежи. Открываются секции в культурно-просветительских центрах. В планах в семинарии на уроках физкультуры преподавать дзюдо, как это сделал на Дальнем Востоке в свое время святитель Николай Японский. И уже на ближайших соревнованиях Кубок Метрополита 63-й регион мог выставить две сборные команды, одна из которых – самарских семинаристов. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.